Доброе утро, друзья! С вами снова я, Захарыч. Не будем уподобляться Владимиру Путину и заниматься международной повесткой. Так много хватит её с нас. В Венесуэле крах, везде будет всё хорошо. Слова великому Путину. Что ж, знаете, чем занимается журналист первым делом, когда просыпается? Ну, если это не лузер какой-то, а настоящий такой шакал-пера, смотрит новости и думает, что бы из этого пригодилось. Показать редактору отдела или главному редактору, что бы пошло потом в публикацию. И нашёл я две чудесные новости. Чудесные, конечно, в кавычках, но вы оцените, и оцените то, что они вместе. Итак, друзья мои, короче, в компании «Стройгазмонтаж» и «Стройтранснефтегаз» будут проданы «Газпрому». Тимченко и Ротенберг, кореша путинские, продают свои компании «Газпрому». Они этими компаниями строили этот китайцам колониальный газопровод, по которому газ бесплатно идёт, к ним «Сила Сибири» и так далее. Хорошо, они продают эти компании, которые построили эти газопроводы, и «Крымский мост». А теперь вторая новость, дорогие друзья. Не могу сказать, что она хорошая совершенно. В Саратове рухнул жилой дом, памятник, по-моему, архитектуры. Он не рухнул полностью, у него обвалилась часть стены с дикими хлопками. Жители были очень напуганы, одному пожилому мужчине стало плохо. Стена, к счастью, не рухнула полностью, но специалисты разводят руками. Она обрушается из-за того, что ветхая. И вот сейчас власти этого несчастного Саратова будут типа думать, что делать дальше. Дом уже остался без затопления и газа. И ранее, в этом же месяце, в марте, произошли такие же обрушения в трёх других жилых домах Саратова. А теперь внимание, друзья, что происходит. Правильный ответ. Когда в Магнитогорске случилась эта трагедия, я первым делом подумал, что дом рухнул не из-за газа, а из-за ветхости. И мой первый ролик об этом, он висит. Это как бы ошибочный ролик. Следующий я снял, это был не газ. Но я хочу вам сказать, друзья, что ветхость – это одна из главных катастроф, которые останутся у постпутинской России. И расхлюбывать нам придётся с вами. Почему? Потому что Ротенберги и Тимченко уезжают. Они бегут с корабля. И поэтому для извлечения максимальной прибыли, люди-то умные, практичные, они вот эти уже заюзанные, никому не нужные компании продают. Крымский мост – это, конечно, прекрасно. Я счастлив. Я очень надеюсь, что он построен лучше, чем космодром Восточный, и они не скупились на бетон нормальный. В общем, это ужасно всё, друзья мои. Вместо того, чтобы построить в несчастном Саратове жилые дома и во всех других городах России, я поездил по провинции Азной, в каком ужасном состоянии жилой фонд. Ребята, он уже осыпается. А мы сидим, мы сидим и молчим. Немножко повякаем в загончики и выйдем. Сидим и молчим. А эти дома уже становятся нашими братскими могилами. Да, да, скажите, я не в провинции и так далее, но, блин, ребята, я, конечно, готов поменяться с кем угодно, кто погибнет в таком доме, чтобы он остался жив. Дело не в этом. Дело в том, что вот сейчас начнётся полный коллапс. Причём не только экономический, но коллапс реальный, физический. Четыре дома за месяц! Они как бы не рушатся полностью. У них мощные трещины по несущим стенам. Старенькие кирпичи просто лопаются. Пух! С хлопками, как взрывчики маленькие. И дома оседают. Короче, маленькая вещь. Очень много приезжих. Ребят, с которыми я работал, вот журналистом, особенно в последние годы. Это из Саратова. Хорошие ребята. Это умные, работящие, честные. И Саратов, насколько я понимаю, чудесный город. Был. Мэр по фамилии Исаев, но он один из соучастников того массового преступления, которые сейчас происходят. Он на низком уровне. Тимченко и Ротенберг, и они, конечно, рулят баблом в триллионы рублей. И, друзья, коллапс неминуемый. Потому что они будут продолжить строить какую-то бессмысленную пиии, вроде силы Сибири. Это мы рабски кланяемся Китаю, бесплатно отдаваем газ, и строя за свой счёт этим газопроводом. Космодром Восточный, дорогие друзья, это памятник коррупции, из которого почти за 4 года с момента сдачи ничего не возлетело. И тут выяснилось, что его еще и не достроили, да и бетон там такого качества, что ничего не взлетит. Они строят все, что угодно, кроме домов для нас. Понимаете? И 500 миллионов останков абортированных детей в год вывозятся из России для того, чтобы делать из них пищевые добавки. А зачем люди убивают собственных младенцев? Потому что не хотят, чтобы те жили в ветхом жилье. Вот это как бы причина самокастрации. Тимченко и Реттенберг – кастраторы России. Они заставляют матерей убивать своих нерожденных младенцев, а мужчин кончать с собой. Друзья, мы живем в прекраснейшей стране мира, только возглавляют ее крысы и упыри. И сейчас крысы готовятся к побегу. Это видно по их действиям. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть. А останется нам у наследство Саратов, другие прекрасные города России и Санкт-Петербург, который тоже осыпается. Ладно, друзья, всех вас обнимаю. Доброго дня. И действительно, перемен требует наше сердце. Помогай нам всем Бог. И повторюсь, читайте описание моих каждому ролику. Это полноценная газетная статья. Я же щелкоперечко. Доброго дня, друзья. Все будет хорошо.